Апостол Пётр Апостол Пётр Вы слышали Вы эти истины уже знаете Но вам нужно снова напомнить об этом И вот та тема, которую я хочу сегодня поднять Вы эти вещи прекрасно знаете Вы слышали об этом И, наверное, вы много проповеди на эту тему слышали Но из-за того, что мы это слышали, из-за того, что мы это знаем, это своей актуальности не теряет, а мы в этом нуждаемся постоянно. И иногда мы об этом забываем, забываем как бы. Поэтому Павел говорит, я ваш чистый смысл, чтобы у вас там ничего не затуманивалось, возбуждаю своим напоминанием. И тема, которую я хочу сегодня поднять, это тема поклонения. Я хотел бы поговорить о поклонении. Как есть у нас такая поговорка у русских, кто о чем, овшивая бани. Разная интерпретация этой поговорки есть. Может быть, она не самая удачная, прости, Господи. Но эта тема меня очень касается, она мне очень нравится. И я думаю, что это одна из основополагающих тем жизни христианина. Это то, без чего наша жизнь, она не имеет вообще никакого смысла. То есть жизнь христианина не имеет смысла без этого. Без такого понятия, как поклонение. Без жизни поклонения. Вот. И я начну от обратного скорее. Я скажу вам вначале, чем поклонение не является. Договорились? Начнем с этого. Вот некоторые люди, которые приходят в церковь, и может быть долгое время приходит в церковь. Я не имею в виду вас конкретно, но вообще верующих, как вообще. Они ошибочно полагают, что поклонение это то, что происходит на сцене. Вот здесь происходит поклонение. Вот я бы так вам сказал. И да, и нет. Ну, или я скажу так. Люди думают, что музыка это и есть поклонение. Но музыка и поклонение это не одно и то же. Скажите аминь, пожалуйста, на это. Музыка и поклонение это не одно и то же. Можно поклоняться музыке. Но музыка и поклонение Богу это, как я уже сказал, не одно и то же. Музыка это просто средство для того, чтобы выразить наши сердца перед Господом. Это средство. Как и любое другое средство. Нож для того, чтобы резать, да. Там парикмахер использует машинку для того, чтобы стричь. Мы используем музыку для того, чтобы поклоняться Господу, выражать свои сердца перед Его лицом. И вы знаете, поклонение музыка, они пришли на эту землю разными путями. Разными путями. Вот в книге Бытие, в 4 главе, в 21 стихе, мы читаем с вами о том, что был отец всех играющих на инструментах, на свиреле и гусли. Имя его Иувал. То есть был некий прародитель, такой бах какого-то там далекого тысячелетия до нашей эры, я не знаю. Звали его Иувал. Иувал, вот, и он был прародителем, отцом всей музыки. И что интересно, Иувал был потомком Каина. И я вот прочитал эту главу 4, и я сделал вывод. Вот большинство талантливых людей того времени, они являлись потомками Каина. То есть первый строитель города, ну это был непосредственно сам Каин, да. Вот ковач железа, Тувал Каин так называемый, да. Интересное имя. Вот я не знаю ни об одном Тувал Каине, кроме этого. Тувал Каин, он был ковачом железа. То есть он знал, как работать с металлом, с этими материалами. В то время это было очень важно, очень важно. И, наконец, музыкант, первый музыкант, он был потомком Каина. И вообще вот это имя Иувал на иврите, оно звучит следующим образом. Создавать поток или течь. И это очень похоже, это очень хорошо характеризует музыку в целом. Согласитесь со мной? Когда музыка звучит, это как некий поток, который захватывает тебя, в котором ты хочешь двигаться, в котором ты хочешь вплыть. Но это, я про хорошую музыку. Я про хорошую музыку. Вот когда музыка плохая, в ней движения нет. То есть она не движется, она тебя не увлекает за собой. Она не влечет тебя. И, знаете, когда музыка затрагивает разные аспекты нашего естества, она может воздействовать на наше тело, да? Может воздействовать, да? Вот, Тимур, иди сюда. Иди сюда. Я вот подготовил Тимура тут заранее. Тимур, давай какой-нибудь такой бит какой-нибудь. Сыграй нам, пожалуйста. На боксе давай. Ну ладно. Давай. Спасибо. Ну, это музыка тоже, да? Это ведь музыка, согласитесь? Нет? Не согласны? Но это музыка. Вот у Тимура, он такой человек, ему дай любой предмет, лишь бы предмет был в руках, он на нем будет играть, из всего звук извлечет. Это как бы затрагивает наше естество, и мы начинаем двигаться, шевелиться. Есть другая музыка, которая затрагивает струн нашей души, мы эту музыку называем классикой. Если там, вот, например, я попробую вас, простите, там. Вы не обращайте внимания, что я лицо такое сделал, потому что не просто так петь. Это я не специально, не для того, чтобы... Но вы знаете эту мелодию, да? Знаете мелодию эту? Яна Владимировна, вы знаете эту мелодию, да? Это велончель играет так. И вообще музыкальные инструменты, особенно деревянные музыкальные инструменты, и деревянные духовые, и деревянные струны, они напоминают звучание человеческого голоса. Человеческий голос – это самый универсальный, самый уникальный инструмент, который вообще существует на белом свете. Голос. И все другие инструменты, они просто его, так скажем, интерпретируют или пародируют, да? Есть музыка такого характера, которая говорит о каких-то вещах, о которых нам хочется задуматься, да? То есть о чем-то большем, чем вот все земное мироздание. Ну, там вот наш любимый автор, наше все, да? Серебро Господа моего, серебро Господа... И ты уже где-то там думаешь, серебро Господа моего. Это так вдохновляет тебя. Музыка, она может по-разному на нас влиять, согласитесь, да? Она на нас по-разному влияет. Слава Богу за музыку. Но, как пошутил один проповедник, вот музыканты, музыканты, они точно как потомки Каина. Вот нет более гордой породы, чем музыкант. Вот я вам скажу честно, я по себе это знаю. Когда ты общаешься в таком кругу музыкантов, я знаю некоторые случаи, когда одна великая певица, не буду называть ее имя, она слишком уважаемая, слишком почитаемая, она воткнула свой каблучок одному тенору, который пел ноту выше, чем она. Вот, тенор понял, что был неправ. Тенор понял, что был неправ. Вы знаете, вот эта вот кровь Каина, она дает о себе знать. И постоянно из клоки... Вот мы приходим в театр, видим там красиво, там поют. Куда, куда, куда вы удали? Вот они поют все, и мы думаем, как все классно, как все... А вы бы знали, что там за сценой происходит, какие там баталии? Да, Диана Владимировна, есть такое дело? Есть. Мы Диану отпустили, как овцу среди волков. И вы знаете, вот музыканту, прежде чем он станет поклонником, ему нужно как бы обезьядиться. Ему эту кровь Каина нужно смыть кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. И тогда, вообще, музыкант на иврите звучит следующим образом. Угодный Господу, полезный для Господа. Вот чтобы стать полезным для Господа, вот этот яд гордости, он должен быть удален из наших сердец. Вот поэтому зачастую профессионалы, они не приходят в церковь, потому что здесь не их талант превозносится, здесь превозносится некто другой. Здесь превозносится и Иисус. Он царь царей, и Он Бог богов, и Он своей славы никому не отдаст. Он один достоин славы. Аминь. И вы знаете, о поклонении, оно... О поклонении мы читаем немножечко позже, в этой же четвертой главе. Оно пришло вместе, возвратилось, так скажем, не пришло, возвратилось, вместе с рождением Еноса, сыном Сифа. Это был сын... Сыном Сифа, это был сын Адама и Евы, который родился у них вместо Авеля. И когда Енос родился, вот в Бытие 4.26 там написано, и в это время начали призывать Господа. Призывать Господа. И вот это слово призывать, оно означает следующее. Поклоняться, почитать, славить, превозносить Его. И здесь мы видим с вами, что никакой связи музыки и поклонения нет. То есть поклонение – это нечто, исходящее из сердца. Нечто, исходящее из сердца. И вы знаете, один человек по имени Давид, он соединил две эти вещи. Он соединил поклонение и музыку. И он воплотил это в свои скинии. Скиния – это место общения, место пребывания Бога. Он создал скинию Давида, которая... Потом ее назвали скиния Давидова, которая просуществовала 33 года. И там на протяжении 33 лет, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 4000 музыкантов и 288 певцов непрестанно славили Бога. Постоянно. Он платил им даже за это деньги. Он содержал все, вот весь этот коллектив большой, большой оркестр, самый большой, наверное, на земле оркестр, который существовал. Эти люди были у него на зарплате. И они занимались единственное, как вот любит Назив меня подначить, он говорит, а левиты чем они занимались там в комнатах? Они своим искусством занимались, да, Назив? Вот Давид платил за содержание этих людей, и эта скиния функционировала. И что интересно, вот если исторически проследить время создания этой скинии, то можно, и ее существование, то можно увидеть, во время существования этой скинии Бог успокоил Израиль от всех врагов. Бог успокоил израильтян от всех вот внешних бед. Бог благословил их. Вы знаете, когда мы славим Бога, нечто происходит в духовном мире. Атмосфера меняется. Это так важно славить Его, братья и сестры. Так важно вкладывать в это энергию. Вот, знаете, мне очень нравится песня Александра Розенбаума. Я помню меня, учили, нет, отец мой и мать, да? Как там дальше, Леша? Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять. Вот. То есть все делать с энергией, то есть в эту душу вкладывать. И знаете, прославление это то же самое. Я немножко отвлекся от темы, но тем не менее, я как вставку, такое лирическое иступление хочу сделать. В прославление Бога надо вкладывать энергию. Бог не случайно дал нам инструмент видеть тело. Зачем нам Бог дал тело? Как говорит Юлия на воскресной школе, детки, зачем вам Бог дал ручки? Зачем? Чтобы славить Его. Зачем вам Бог дал ножки? Чтобы славить Его. Да? Правильно? Зачем вам Бог дал голос? Чтобы отойти подальше от моего соседа, чтобы он не слышал, как я фальшивлю. И прославлять Его, превозносить Его. Зачем вам Бог дал глаза? Чтобы эти глаза не отражали свет Христа. Я помню, когда я покаялся, я помню этот момент, помню этот момент. Это произошло вот так, в мгновение ока. Ко мне пришли мои друзья, и они сказали, у тебя глаза изменились, у тебя глаза другие. Я сказал, да, Иисус живет в моем сердце. Они сказали, ну, все понятно. Все с тобой понятно. Но глаза нам даны для того, чтобы свет Христа... Это не как в сказке. Бабушка, зачем у тебя такие большие руки? Это чтобы по голове. Зачем у тебя такие большие зубы? Это чтобы съесть тебя. Нет. Все нам дано для того, чтобы славить Творца. Аминь. И когда мы в церковь вместе собираемся в воскресенье, надо вот весь этот механизм, вопреки всем обстоятельствам и проблемам, задействовать для того, чтобы благословить Господа. Наша цель здесь не заключается в том, и в такой просьбе, Бог, благослови меня. Мы все хотим, чтобы Бог нас благословил. Но наша цель заключается в том, чтобы благословить Его. Его, братья и сестры. Скажите, ну, зачем так орать? Ну, можно же как-то вот так. Я помню меня, учили опять. Отец мой, мать. Ну, вот что-то делать в полную меру, понимаете? В полную меру. Если мы что-то экономим, у нас сил в следующий раз будет еще меньше, братья и сестры. А если мы что-то делаем на полную катушку, Бог даст нам сил на полную катушку и больше того даст нам. Честное слово. Я знаю, о чем говорю. Бог благословит нас новой, свежей силой. Так вот, Давид, он соединил поклонение и ходатайство, поклонение, это у меня любимая тема, поклонение, поклонение и музыку вместе. До этого богослужение не было связано с музыкой. Не было. И Давид сделал реформационную вещь. Он, как и любой реформатор, совершал множество ошибок. И из-за его ошибки погиб человек по имени Оза. Он так хотел, чтобы Божье присутствие было на горе Сион, что он поместил ковчег на коров. Вы помните, книга Царства об этом рассказывает, да? Поместил на коров. И чтобы побыстрее расстояние на минуточку от Шило, это Силаам, да, место до Иерусалима, 70 километров. 70 километров. И единственный скоростной транспорт того времени, это были коровы. И он думал, на коровах как-то быстрее оно получается. Но вы знаете, для того, чтобы Божье присутствие пришло, для этого нужно платить цену. Для этого нужно приносить жертву, братья и сестры, жертву. Жертву хвалы. И когда он пересмотрел свои взгляды, он это делал совершенно иначе. Левиты несли на своих плечах ковчег, и шесть шагов они делали, шесть шагов, и приносили жертву. Они заколали животное. Левиты снова поднимали ковчег, снова делали шесть шагов. 70 километров, братья и сестры, вот такой вот гимнастики. Шесть шагов, жертва, шесть шагов. Как вы думаете, сколько они шли туда? А? Месяц? Два? Я точно не знаю, но долго. Мне кажется, очень долго. И левиты несли на плечах на своих эту тяжесть, Божье присутствие, Божья слава на еврейском кабот, это означает тяжесть. Тяжесть буквально переводится как тяжесть, вес. Я хочу такого присутствия, чтобы оно как вес приходило, как тяжесть, чтобы это захватывало нас полностью, чтобы это не было поверхностным чем-то, но было настоящим. Аминь, братья и сестры. Я верю, что мы это будем переживать с вами. Обязательно будем. Мы с Женей будем. Я знаю, что вы внутри сказали аминь. Я верю в это. Просто пастор никогда не просит говорить аминь. Вот вы и не говорите. Вот. Я думаю, поэтому. И Давид, он сделал вот эту реформационную вещь. Он вышел за рамки традиционных представлений. Потому что нигде в Торе не было, там не было написано, как нужно славить Бога. То есть имеется ввиду, в какой форме это нужно делать. Там были некоторые обрядовые вещи, прописанные до тонкостей. Да? Все, что касалось Кине Моисеевой. Но Давид как будто бы пренебрег всем этим и сказал, ковчег будет в другом месте. Мы будем делать по-другому, будем делать иначе. Мы будем использовать музыку в нашем прославлении. Я не знаю, как на него старейшины смотрели, но одна женщина, его жена, Милхола, когда все это происходило, она смотрела на него и говорила, царь израильский, а ведет себя как пацан, как мальчишка. Давид же там скакал перед ковчегом из всей силы, там музыканты играли. Он прославлял Бога. И это выглядело, ну, как вам сказать, революционно на тот момент. Революционно. Никто до этого так не делал. И все реформаторы, они, как правило, выходят за общепринятые рамки. Они делают революционные вещи. Да, они делают иногда большие ошибки, но если мы хотим стать настоящими поклонниками, если мы хотим, чтобы наша жизнь оказала какое-то влияние, нам нужно выйти за какие-то, я не говорю, есть рамки нужные, есть рамки приличия. Понимаете меня, да? То есть я об этом говорю. Но есть некие традиции, некоторые ограничения, которые нам нужно преодолеть, через которые нам нужно пролезть. Мы иногда настолько цепляемся за эту форму, что вот форма, она свята. Форма не свята, братья и сестры. Нет святой формы. Нету. Вот Давид об этом, это яркий пример этого. Нет какой-то святой формы. Иногда бывает, вот, знаете, в некрасивой обертке, но очень вкусная конфета. Вот Божий ковчег, до того, как он был в скине Давидова, он стоял в скине Моисеевой. Что из себя представляло скине Моисеевой? Да ничего особенного. Это был шатер, покрытый шкурами. Вы сказали, ну, шалаш какой-то лесной. Но внутри этого шалаша там сияла шикайно Божья слава. Там первосвященник раз в год с Богом встречался, и это было настолько трепетно, что ему там даже колокольчики привязывали, ну, для того, чтобы он, если что, вытянуть его оттуда. Если колокольчики не гремят, надо выдергивать его оттуда. Значит, помер. Все. Там прекрасно было. Знаете, удивительно, когда Господь Иисус пришел на эту землю, пророк Исаий говорит, в нем не было ни вида, ни величия. Ничего. Не было ничего, что привлекало бы нас к Нему. Но внутри, но внутри Иисус был, ну, просто я даже не знаю, как это описать. Вы понимаете, о чем? Да, я? Вы понимаете. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, поклонники, поклонники, они всегда выходят за рамки неких общепринятых представлений. Они по своей сути экстравагантны. Экстравагантны. Ну, так скажем, такие божественные фрики. И это всех касается. И Моисея это касается. Вы знаете, как Моисей проповедовал в своей церкви, в своей общине? Он выходил с тряпкой на голове. Сегодня Моисей будет нам проповедовать тему там крещения. Выходит Моисей с тряпкой на голове. Если бы у нас пастор Виктор выходил с тряпкой на голове, я думаю, церковь бы опустела, да? Но я думаю, если бы Бог ему сказал носить такую тряпку, он бы это сделал. Он бы это сделал. Знаете, почему у него тряпка была? Потому что от пребывания в Божьем присутствии его лицо сияло. И там в его глазах там галактики, там продуберанцы, черные дыры, там вся вселенная была заключена. Там вся пол... И когда он снимал это, это покрывало, люди смотрели на него, о-о-о, как страшно. Моисей, одень на себя чего-нибудь. И вот он проповедовал так. Вот такая вот у них община была интересная. Давид тоже скакал из всей силы перед Господом. Царь Израилев снял с себя все одежды, которые царские ему мешали. Иногда нам нужно скинуть с себя что-то, сбросить с себя какой-то лишний вес для того, чтобы быть свободным перед Иисусом. Мы слишком сосредоточены на себе, братья и сестры. О том, что о нас подумают, о том, что о нас скажут. Нам важно, что о нас подумает Иисус, что о нас скажет Бог. А все остальное не так важно, братья и сестры. Не так важно. Нам важны наши нужды, как они будут восполнены. Это вообще не важно. Иисус важен нам. И вот я думаю, если мы с такой мотивацией и с таким интересом будем приходить к Богу, атмосфера собрания, она будет совершенно иной. Я не говорю, что она у нас плохая. Я не хочу сказать, что здесь нет людей, которые, я думаю, вы все такие, кто стремится прославить Бога, кто стремится взирать на Него, созерцать Его. Но я думаю, если бы мы вот все вместе, как церковь, имели такую мотивацию и такое отношение, вы поймите одну вещь. Вы помните шестую главу книги пророка Исаия, где описано, как Исаия пошел в храм, и там он увидел серафимов, которые летают вокруг трона. Помните, да, эту историю? Он просто шел в храм, как обычно. Представьте, вы в воскресенье приходите, как обычно, садитесь на свое место, а здесь такое происходит. Я вам хочу сказать, мы входим с вами в присутствие того же самого Бога, в который вошел Исаия. И мне не хватает этого трепета порой, братья и сестры. Иногда мы не ценим то, что здесь происходит. Потому что прославление сегодня как-то виловато, как-то что-то это, кричит много или молчит много. Нам всегда что-то не нравится. Всегда что-то не так. Этот фальшивит, этот не так поет. Вы знаете, надо, я учусь тому, чтобы принимать любую форму богослужения. Любую. Любую. Вот, ну, поет кто-то, ну, и слава Богу, он дает мне возможность поклониться Иисусу. И я хочу это сделать. Пусть, может быть, не умело, пусть, может быть, ну, не так, как мне это хочется или нравится. Но он мне дает такую возможность. Слава Богу. Аминь. Тимур там сидит. У нас времени, к сожалению, нет. Я не знаю, как закончить эту проповедь, потому что ее закончить невозможно. Вот. Вы помните историю с женщиной, которая принесла алавастровый сосуд мира из седьмой главы Евангелия от Луки. Там с 37 стиха повествуется о том, что одна женщина, которая была известна как блудница, пришла в дом Симона. В Евангелии от Марка написано, что Симон прокаженный, но в Евангелии от Луки написано, что это был Симон фарисей. Кто такой фарисей? Это знаток закона. Это тот, кто знал Тору наизусть. Вот кто-кто, а он знал, как нужно поклоняться. Он знал, какие жертвы нужно приносить. К нему приходили люди и спрашивали совета и говорили, учитель Израилев, научи нас, подскажи нам. И он вот с таким видом говорил, да, вот Тора так, так, такой вот расклад братья и сестры. И тут Иисус приходит. И они там возлежат, вот они вот так вот возлежали, вот не видно вам там сзади, да? Ну, те, кто поближе, расскажите. То есть ноги Иисуса были немножко сзади, вот немножко сзади, вот так вот. И вот Иисус вот так лежит. И приходит женщина с распущенными волосами. Все напряглись сразу же. Почему? Потому что с распущенными волосами ходили только блудницы. Только блудница могла себе это позволить. А она приходит, приходит, разбивает сосуд с миром. Это то, что она копила для своей свадьбы, для своего жениха, благовония. Она разбивает эти масти и мажет ноги Иисуса. Втирает это благовоние и плачет, и вытирает своими волосами. Какое странное богослужение, братья и сестры. Какое необычное поклонение Господу. Кто-нибудь из вас сделал подобным образом когда-нибудь, что-нибудь? Она так поклонялась Иисусу. Она так изливала свое сердце. И Иисуса так это коснулось, что Он сказал, где-нибудь проповеданное Евангелие будет сказано об этой женщине и о том, что она сделана. Вот я сегодня об этом говорю вам. Сегодня говорю вам об этой женщине. Прекрасно. И Симон, он говорит, подумал, он не сказал, он подумал, но там на лице все было написано. У религиозных людей у них все на лице написано. Это что такое? Это кто такая? Маша блудница пришла тут. Это как так? Он думал о своей репутации. А мы должны думать совершенно о другом, братья и сестры. Мы должны думать об Иисусе. О нем, о Боге, о горнем, помышлять, а не о земном. Иисус отвечает ему, ты мне целования не дал, а эта женщина целует мне ноги. Ты мне ноги не умыл, а она не перестает омочать слезами своими, вытирать волосами своими мне ноги. Ты мне помазания не дал. Это все были традиционные вещи, которые был достоин каждый гость. Таким образом, человеку оказывали почтение, уважение. И эта женщина почтила Иисуса таким образом. И вы знаете, что через короткое время Иисус был распят на кресте. И он был абсолютно одинок. Но знаете, что с ним оставалось? Запах. Запах драгоценного мира, который был рядом с ним. Тот запах, который Иисус сказал, эта женщина приготовила тело мое к погребению. И когда он висел на кресте, этот запах все был еще там. Потому что вы когда-нибудь использовали эфирные масла? Вы знаете, когда ты его вотрешь, оно пахнет, оно пахнет так сильно. Оно, оно прям, ты постираешь одежду, оно все равно пахнет. Это, конечно, моя версия, но я думаю, что так и было. И когда Иисусу было не в многоту, он чувствовал этот запах. Он говорил, ради нее я готов пойти на крест. Ради нее я готов умереть. потому что она так любит меня. И это поклонница, которую мы обязательно увидим на небесах, Мария, мы выясним, какая все-таки Мария, Магдалина или сестра Иосифа и Марты, там богословы все думают, кто же ты такая. Разные мнения есть на этот счет. Но кто бы она ни была, мы узнаем эту сестру, мы увидим ее, и она будет близко с Иисусом. Аминь. Братья и сестры, вы думаете о небесах? Мы же с вами граждане неба. Апостол Павел в послании к Ефеси нам сказал, вы посажены во Христе Иисусе на небесах. Небо Его престола, земля под ножи Его ног. Мы уже во Христе на небе. Мы уже там. Конечно, ведем себя иногда как... не как там, как здесь. Но мы уже там, апостол Павел говорит. Я вообще не понимаю, как это. Но это так. Это истина. Это правда. Это Слово Божие. Хорошо. Поклонники, они экстравагантны. Они выходят за общепринятые рамки. И... на греческом языке слово поклонение это слово проскунеу. Проскунеу. Что буквально означает следующее. Целовать руку своего господина подобно тому, как это делает собака. Вот интересно так. Господи, я что, собака, что ли, по-твоему? Твой верный пёс? Вот можно собаку показать? О! Ретривер золотистый. Нравится вам? Я очень люблю собак. Очень люблю. А Галя и вся остальная семья, ну, мы с дочерью любим собак. Дочь у меня любит собак и кошек. Вот. А все остальные больше любят кошек. Паш, ты тоже любишь собак. Ладно, я понял. Ладно, Паша тоже любит и тех, и других. Вот. И вы знаете, вчера вот у нас гостил наш драгоценный Виталий Владимиров, и он на кошках заметил такую интересную вещь. У нас две кошки дома. Вот. В общем, против моей воли они там появились, эти кошки. У нас две кошки, и Виталий говорит, вот, кошка, она хорошее животное. Ты с ней, как бы, ты и вместе с ней, и ты и без нее. Потому что, ну, что такое кошка? Она всегда гуляет сама по себе, да? Я знаю, что кошке я нужен только для одного, чтобы наложить ей шебу в тарелочку. И у меня есть моя любимица, это у Галия любима, любимица Маша, а у меня любимица, у нас Мэнкун есть такой черный, черная такая кошка, вот, прекрасная она. Ее зовут Икс Сара. Но я ее Икс Сара не называю, просто Сара. Или Саришна у нас, по-семейному, по-нашему, по-домашнему. И каждое утро, когда я просыпаюсь, она такая ласковая, она трется, ходит там вот, и ждет, когда я приду к холодильнику. Как только я делаю, она... Она очень любит меня. Но в остальное, другое время, подойди ее, попробуй погладь, подойди, попробуй ее, возьми на руки. Но когда я ей нужен, она... У меня, знаете, с кошками своя история, вот честно вам скажу. Я когда был маленьким мальчиком, если здесь маленькие мальчики, то так не делайте никогда. Вот. Я помню, посмотрел программу «Служу Советскому Союзу» по подготовке космонавтов. Как готовят космонавтов. Вот. Их помещают в центрифугу, и там они крутятся в этой центрифуге. И я помню, пришел в гости вечером, и там был кот. А взрослые занимались своими делами, а мне делать было нечего. Я взял кота, поместил его в сетку авоська. Помните авоськи, да? И я думаю, да, испытаю сейчас. И я как Давид, прощу его, чувствую, кот молчит уже, не говорит ничего. И он ошалел просто от этого испытания. Я понял, что в космос он не готов. И вот так я относился к котам и кошкам. А самая удивительная история, это история с котом моей жены. Вот когда я за ней ухаживал, ухаживал, у Гали был кот, она его назвала Джаз. Он тоже был черный, черный, как Диззи Гелеспи, и кто там еще у нас? Луэр Сармстронг. Абсолютно черный кот по имени Джаз. И ко всем ее друзьям он относился нормально. Но когда пришел я, он меня не взлюбил сразу же. И я помню, когда я уходил из гостей, от Гали, я вставляю ногу в ботинок, а ботинки у меня хорошие были, кожаные. Но там было вот так вот, понимаете, у меня вся нога погрузилась. А отмыть это, вы знаете, как это отмывается, сложно. И ботинки только выбросить. Но я ведь так любил Галю. Я был готов терпеть все. Я взял этого кота и говорю, Джазик, все нормально. Джазик посмотрел на меня, взял, группировался и собрал все когти на моей левой руке. Знаете, коты иногда меняют когти. Вот он все когти оставил на моей руке. Я смотрю, я как этот, как, как этот, который, этот, как же, росомаха, вот. У меня здесь когти торчат такие, знаете, собраны на всей руке. И тут я понял, что я его не люблю. Я понял, что я его не люблю, не люблю очень сильно. Как бы я сильно не любил Галю, и я ждал момента расплаты. Я ждал момента расплаты. И он пришел, Галя поехала к родителям, сказала, последишь за котом. Я говорю, да. И кот у меня, знаете, он как мотоциклы вот ездит вот по сфере, вот так вот. Он у меня точно так же бегал. Но я покаялся за это, братья и сестры. Я покаялся. Эти коты были для меня настоящим искушением, испытанием. Вот это моя история с кошками. А вот собак я всегда любил. Собака, она всегда рада тебе. Ты приходишь, она прыгает на тебя, она лижет тебя. Она готова с тобой, вот, хоть на край света. Собака, она преданная, да, как это, в электронике, да, преданной собаке нету существа. Да ведь? И это правда. Преданной собаке нету существа. Вот я показал вам эту картинку. Посмотрите, собака находится в ограниченном пространстве, она находится в автомобиле, да? Но это ведь не свойственная для нее среда. Так ведь? Для собаки что классно? Бегать, прыгать на лужайке, за палочкой бегать, там, в воду нырять. То есть она любит простор, она любит свободу, так же, как им каждый из нас. Так ведь? Но собака, ну, я не знаю, сознательная или нет, есть у них сознание, нету, но она ограничивает себя вот этим пространством, и она готова терпеть эти издержки. Ради чего? Ради того, чтобы быть со своим хозяином. Ради того, чтобы быть со своим господином. Она готова ехать на юг трое суток, париться в этой машине. И она любит, она продолжает оставаться преданной ему. Вы знаете, я бы провел такую духовную параллель, аналогию, это то, что происходит с нами, когда мы ограничиваем себя стенами тайной комнаты. Это ведь не свойственно для нас оставаться в одиночестве, так ведь? Ну, для большинства. Есть люди, там, экстраверты, интроверты, да, есть там еще какая-то там смесь вот этого всего. Вот. Но нам хочется, мы, человек, существо социальное, ему хочется находиться себе подобными. Так ведь? Так. И это не свойственно для нас ограничивать себя вот этими тесными пространствами, тем, что мы называем тайной комнатой. Но мы это сознательно делаем ради чего? Ради нашего господина. Ради того, чтобы быть с ним. Ради того, чтобы услышать его одобрение, услышать его голос, или, может быть, ничего не услышать, но просто быть у его ног. Вот собака, знаете, она, вот, я мечтаю, когда я построю дом, у меня будет камин, кресло-качалка, вот тут коврик будет такой, будет собака, я вот укроюсь вот так, и собака будет у меня у ног лежать, камин будет потрескивать, и я буду о чем-то хорошем думать. Классная картина. Мне очень нравится. Да будет так. Да будет так. Иисус в Матфея 6 главе, в 6 стихе сказал, ты же, когда молишься, затвори дверь твою за собой, и Бог, который в тайне, Он воздаст тебе явно. Поймите, когда мы ограничиваем себя пространством тайной комнаты, почему тайной комнаты? Потому что Бог там уже находится, Он там уже обитает. Он уже там. И это очень вдохновляет меня. Некоторые думают, я вхожу в тайную комнату, как дурак, сижу там и все, ничего не понимаю, ничего не происходит. нам нужно культивировать это время. Понимаете, есть время посева, а есть время жатвы, так ведь? То есть мы же не делаем так, ведро картошки посадили, через час пришли, вскопали, собрали довольные ведро картошки обратно и пошли. О, урожай собрал. Нет, нам надо месяца 4 ждать, так ведь? Нам надо ждать, ожидать его. Господь рано утром предстану перед тобой и что буду делать? И буду ожидать. Аввакум говорит, на стражу мою встал я ночью, чтобы услышать, что Он скажет во мне. Страшу, но Он напряженно ожидает, когда же, когда же что-то произойдет во мне, когда же Он скажет что-то во мне. И я вам хочу сказать, что это время, это самое пренебрегаемое время в жизни христиан. Самое пренебрегаемое. Вот вы даже мне не возражайте, я знаю об этом. И это то, что должно быть укоренено в жизни каждого христианина. Я вам больше скажу, это самое безопасное место на свете. Наступят времена, братья и сестры, что люди будут искать место, где бы им укрыться, где бы им сокрыться. И ни одного места на планете Земля не будет безопасным. Не будет. Кто-то там, люди богатые, пытаются там на острова куда-то уехать, там сделать стратегический запас чего-то. Бесполезно. Бесполезно. Вы чувствуете, насколько напряженное время сейчас, да? Чувствуете, переживаете это? Я помню, когда рос мальчишка в Советском Союзе у меня было самое счастливое и беззаботное детство. Вы это поняли, да? Да, самое счастливое и беззаботное детство. Но я, как и вы, переживаю некую тревогу из-за того, что происходит вокруг нас. Посмотрите, сколько кризисов, с какими кризисами человечество сегодня сталкивается. Военные кризисы, политические кризисы, религиозные кризисы, экономические кризисы, и более того, это все хочет собраться вместе и долбануть по этой планете. Вы знаете, что такое идеальный шторм? Это когда вот все то, что я перечислил, вместе соединяется и действует. Я вам хочу сказать, единственное место, братья и сестры, где мы сможем укрыться, это его присутствие, это тайная комната, это так называемая око-бури. Что такое око-бури? Это внутри торнадо, пространство, в котором тихо и спокойно. Вокруг там такая сила, а внутри там тихо и спокойно. Это око-бури, братья и сестры, и Бог нас иногда туда помещает. Можете радостно, аминно это сказать, аллилуйя. Единственное безопасное место, это под кровом Всевышнего, в тени его крыл, когда мы в тайной комнате. Аминь. Ну, последнее, что я хотел бы сказать сегодня, есть служение двух дворов, я их так называю. Служение внутреннего двора и служение внешнего двора. Вот все, что мы делаем сейчас вот с вами, это вот служение внешнего двора. Когда мы общаемся друг с другом, когда мы едим вкусные блинчики. вкусные блинчики за сгущенкой. Вот, вы есть уже хотите, да? Я вас скоро отпущу, не переживайте. Это все служение внешнего двора. Наше внешнее служение, там, это все, что мы вовне делаем. Но если мы хотим, чтобы это было вечным по своей сути, это должно изнутри исходить. Из нашего внутреннего двора, из внутреннего двора сада нашего сердца. Вот об этом саде нам нужно заботиться. Возделывать его, культивировать почву нашего сердца и делать это постоянно. И последнее пестописание, это Луки 10, 38. В продолжении пути их, в продолжении пути их, кого? Апостолов. Они шли куда? В Вифанию, в дом Марии и Марфы. Да? И Лазаря. И когда они пришли в этот дом, Марфа что? Стала заботиться о большом угощении. Можно 10 взрослых мужчин встать? Встаньте, 10 взрослых мужчин, пожалуйста. Ну, 10 взрослых. Ну, может, не взрослых. Тут мужчины-то есть вообще еще? Нет? Я вижу. Ну, встаньте еще. Давайте, встаньте еще 10. Еще 10. Еще 10. Давайте еще 10 встаньте, пожалуйста. Еще 10. О, Аллилуйя. Вот она, сила Божия где. Братья. Давайте еще 10 встанем. Ну, еще 10. Если вы считаете себя мужчиной, я вас провоцирую просто. Не знаю, как поднять вас по-другому. Давайте еще 10 встанем. Уже восемь десятков есть. Вот там, вот братья сзади сидят. Вставайте тоже. Чего? Теперь давайте, 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 давайте. Ну, кого же? Юль, ну, иди сюда. Юль, ну, иди сюда, ну, чего ты? Сюда поднимись, пожалуйста. А теперь скажи так. Ой, батюшки мои, как же мне вас всех накормить? Давай, говори. Ой, какой кошмар, как я вас всех накормлю сейчас. Ты как цыганка говоришь. Ладно, братья, спасибо, похлопайте сами себе. Вот представьте, за Иисусом шла вот такая толпа, такая толпа людей шла за Иисусом, взрослые, то есть, они хотели кушать, и Марфа исполняла это служение, она думала, сейчас всех накормлю. Мария села у ног Иисуса и стала слушать, что он говорит. И вы знаете, все, что делала Марфа, Иисус сказал, назвал это суетой. Мы бы назвали это служением. Так ведь? Служением. А Иисус назвал это суетой. Вот для меня это такая дилемма еще, вилка. Я думаю, в церкви нужно и то, и другое, но прежде всего, это должно исходить изнутри. И прежде всего, должен быть он, братья и сестры, прежде всякого дела, прежде всякого прошения. Он, Иисус, имеет ценности, братья и сестры. Скажите, мы и так это знаем без тебя. Можешь нас не утверждать в этом. Сидите, пожалуйста, помолимся, хорошо? Отец Небесный, мы приходим к Тебе и просим у Тебя прощения, Господь, за то, что мы пренебрегаем своей молитвенной жизнью, Господь, за то, что мы пренебрегаем тайной комнатой, Господь. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть независимыми, мы хотим жить по-своему, мы хотим сами реализовывать свои планы, проекты. Не спрашивай у Тебя, не интересуйся Твоим мнением. Мы устаем, Господь, мы перелагаем ответственность духовной жизни на других людей, на священников, на пастора, на служителей, но не хотим сами узнать, каков же Ты на самом деле и вкусить, как Ты благ, Иисус. Я молю Тебя, дай нам, как церкви, Господь, вот каждому персонально, верующему, войти в это тайное место, войти в тайную комнату и послушать, что Ты хочешь сказать, культивировать это время, взращивать это время, заботиться об этом времени, оберегать это время, оберегать это время. Драгоценный Бог, благослови нас, дай нам почтить Тебя. Ты сказал, что первая заповедь это любить Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Если мы исполним первую заповедь, тогда вторая нам будет по плечу. Мы сможем любить своего ближнего, как самого себя. Драгоценный Бог, дай нам быть церковью, которая любит Тебя всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и всей душой, Иисус. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Иисус! Слава Тебе, Иисус! Субтитры создавал DimaTorzok